Начнем с хорошего. На фоне кризиса и сложностей, вопреки проблемам разного рода, силами энтузиастов и тружеников в России появляется современное перспективное производство. Компания Soulmash уже сейчас разрабатывает и проектирует не просто двигатели нового поколения, а целое производство по их созданию. В интернете ходили разоблачения и слухи, что это скам и подстава. Только вот в чем штука. За эти годы никто никуда не сбежал. Деньги инвесторов не украли. Компания существует, развивается, ведет разработки и собирается выходить на новые горизонты. Если вы ищете возможность выгодно инвестировать накопление в реальный сектор российской экономики, присмотритесь к Soulmash. Компания занимается разработкой энергоэффективных асинхронных электродвигателей на базе уникальной технологии «Славянка» в особой экономической зоне «Технополис Москва». Правительство Москвы заинтересовано в данной технологии и выделило более двух гектаров земли. Асавелмаш создал уникальный строительный проект инжинирингового центра. Сегодня строительные работы уже идут к завершению. Инжиниринговый центр готов на 95% и в него закуплено все необходимое оборудование. Проект реализуется исключительно на деньги частных инвесторов, без привлечения государственных средств и денег олигархов. Вы можете изучить всю необходимую информацию о проекте по ссылке в описании, зарегистрироваться на сайте, инвестировать средства и в будущем стабильно получать дивиденды с успешных проектов передовой инжиниринговой компании многие годы. Друзья, привет! Как же тяжело заставить себя работать летом. Знаете, сидишь такой дома, за компьютером, просматриваешь эти шизанутые ролики так называемых либералов, а на улице... Но лето летом, а в дновости по расписанию, которого, кстати, нет. Начнем с телеканала «Дождь». Его признали нежелательной в России организацией. Ой, а что случилось? Сейчас либерахи опять побегут строчить комментарии о том, что это цензура, путинская цензура, опять Путин дождю в штаны насрал. А я напомню слова журналиста «Дождя». Россия должна проиграть, Украина должна победить, а война должна быть закончена. Это наша главная миссия, мы должны на ней работать и дальше продолжать. У нас нет никаких других сценариев жизни. Так что признание их нежелательной организации – это было делом времени. Это уже не просто иноагенты. По сути, это ликвидация «Дождя» на территории России полностью. Им запрещается открывать в России структурные подразделения, проводить денежные операции, распространять информационные материалы, в том числе в СМИ или интернете, а также хранить такие материалы в целях распространения, создавать юридические лица и реализовывать программы. То есть, они теперь полностью отменены в лучших традициях Запада. Блин, такую классную штуку нашел, так удобно показывать, да? Отменены. Мало того, что донатить им нельзя теперь, да? Так их даже цитировать нельзя. Нельзя участвовать в деятельности нежелательных организаций, в том числе распространять материалы нежелательных организаций. Это и есть то самое цитирование. И тут я даже не знаю, считаются ли мои критические обзоры распространением материалов телеканала «Дождь». Но, так как телеканал «Дождь» продолжит работать на зарубежных площадках, которыми пользуемся и мы, да, там, типа, Facebook, YouTube и прочее, и телеканал «Дождь» продолжит пудлить мозги нашим согражданам, я считаю своим священным долгом продолжить делать эти обзоры, несмотря на некоторые риски. И, кстати, мне донатить можно, да, и даже нужно. В отличие от телеканалу «Дождь», нельзя предоставлять и собирать средства или оказывать финансовые услуги, которые заведомо предназначены для обеспечения деятельности нежелательной организации. Ну, а так, сам телеканал «Дождь» отреагировал на эту новость. Я вынужден начать с новостей о телеканале «Дождь» и важных пояснений. Генеральная прокуратура России сегодня признала «Дождь» нежелательной организацией. Редакция канала не считает себя каким-то образом нежелательной. Ну, а прокуратура считает, как и миллионы людей. И я показывал цитату журналистке «Дождя», да, для чего они работают, какая у них единственная цель. «Чтобы Россия проиграла», тогда чему тут удивляться? Вы сами обозначили свои цели, вы могли сказать что угодно, да? Мы тут для того, чтобы рассказывать людям правду, чтобы предоставлять какую-то альтернативную информацию и что угодно. Но нет же, журналистка четко сказала, наша главная и единственная цель, чтобы Россия проиграла. А потом, когда их признали нежелательной организацией в России, они такие, ну, мы не считаем, что мы тут нежелательные. Прикольно. Поэтому мы будем продолжать делать свою работу, как и прежде. И поэтому мне придется продолжать делать свою работу. Кто у нас главный разоблачитель «Дождя» на Ютубе? И поэтому я, несмотря на риски, буду и дальше разоблачать вашу ложь, буду дальше смеяться над вами и... И хватит. И даже сейчас я хотел сделать ВД-новости, но не удержался и, получается, делаю видео о телеканале «Дождь». При этом безопасность наших зрителей главная для нас. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы, если вы проживаете в России. А тут молодцы. Правда, скорее всего, сами платформы по сбору денег вас шикнули. Но, тем не менее, да, мы заботимся о безопасности и предупредили насчет ссылок. Да, теперь нельзя делиться новостями телеканала «Дождь». Но продолжать смотреть «Дождь» по-прежнему можно в Ютубе или в кабельных сетях. Те, кто поддерживает нашу работу из-за пределов России, все еще могут отправлять донаты нашему телеканалу. Теперь для нас это особенно важно, получать поддержку именно от тех наших зрителей, кто присылает нам пожертвования из-за границы. Ну, так это справедливо. Вы занимаетесь пропагандой в интересах недружественных нам стран. Точнее, в интересах элиты недружественных нам стран. Ну, не суть. Так пускай они и кормят вас, а денежки наших малолетних либералов пускай останутся у них. Купят себе, ну, не знаю, кусочек хлеба. У нас же тут нет ничего, одни болота, да? Ну вот, останутся денежки при них. Сейчас я хочу подключить к нашему эфиру главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Цитко. Тиша, привет еще раз. Скажи, пожалуйста, что означает это решение генпрокуратуры для телеканала «Дождь» и для зрителей? Тиша, что это означает? И Тиша, в лучших традициях телеканала «Дождь» Путину... Путин ударил не по нам, а Путин ударил по нашим зрителям. Я хотел сказать, что очень важно в твоем вопросе завершающую часть. Что это означает для зрителей? Почему это важно? Потому что в этом огромном пресс-релизе, который был опубликован сегодня в Генеральной прокуратуре, есть огромное количество юрлиц, имен, каких-то упоминаний, кто признан иностранным агентом, кто не признан иностранным агентом. Но в этом пресс-релизе нет самого важного. В этом пресс-релизе не упоминаются зрители телеканала «Дождь». А признавая телеканал «Дождь» нежелательной организацией, так называемой нежелательной организацией, вместе с нами, вместе с тобой, Эдуард, вместе со всеми нашими корреспондентами, продюсерами, инженерами, редакторами, кем угодно еще, на нежелательность намекают миллионам зрителей телеканала «Дождь», которые каждый месяц телеканал «Дождь» смотрят. Только в прошлом месяце «Дождь» посмотрели 13 миллионов человек в Российской Федерации. Это 13 миллионов человек, а в потенциале намного больше людей, потому что мы видим, насколько высок запрос людей сегодня на независимую информацию. Всех этих людей хотят этой самой независимой информации лишить. Начнем с того, как именно лишить. Твой коллега только что сказал, что можно и дальше смотреть телеканал «Дождь». Ну, типа, как лишить? Ты че нам тут это, лапшу вешаешь? А во-вторых, тише, ты чего? О, 13 миллионов просмотров – это не 13 миллионов зрителей. Это одни и те же люди, которые за месяц насматривают 13 миллионов просмотров. Если примерно 400 тысяч человек будет заходить к вам на канал один раз в день, то за месяц это и будет примерно 13 миллионов. А если учесть, что у вас в день выходит по 3-4 ролика, иногда даже и больше, то 400 тысяч можно смело делить на эти 3 или 4. И вот так мы получим примерное количество ваших зрителей из России. Какие там 13 миллионов? Тише. Что это означает для зрителей? С точки зрения того, что будет с дождем, это не означает ничего. Подожди, только что ты рассказывал, что это удар не по дождю, а по зрителям, по 13 миллионам зрителей. А сейчас ты говоришь, что это для зрителей ничего не означает. Да по кому тогда удар? По дождю получается. Я очень хочу заверить нас всех и заверить наших зрителей, что тот дождь, который вы знаете, не перестанет быть тем дождем, которым он был. Получается, телеканал «Дождь» не обучаемый. Их там и на Западе присутствует, хотя на Западе они прислушались критике и стали больше и усерднее критиковать Россию. Ну а то, что они останутся тем дождем, который мы знаем, с какой-то стороны это даже хорошо, потому что контент на канале Лиз о дожде не закончится тогда. Получается, они и дальше будут распространять фейки, тупить, попадать в какие-то нелепые ситуации. Ну а я и дальше буду это дело обозревать. Если, конечно, ко мне не постучат и не скажут «Нельзя». Тогда придется забыть о телеканале «Дождь». «Телеканал «Дождь» – это что-то, к чему не надо подходить, его не надо смотреть». Что думаете, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на Бусти. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!